Баба Фрося опять собиралась в дорогу. Каждую осень сын забирал ее к себе в город зимовать. Но для нее это было сплошным мучением. Никто в семье сына Фрося не любил. Внуки не обращали на нее никакого внимания, а невестка смотрела, как на пустое место, и с трудом терпела ее всю зиму. Сын вроде и заботился о матери, но особой теплоты и душевности в их отношениях не было. А потом его часто не было дома, он все время мотался по командировкам. Работа у него была такая. «Зачем ты опять туда едешь?» – спрашивала Фрося соседка Наталья. «Опять батрачить будешь на них всю зиму. Оставайся дома. Перезимуем вместе. Вдвоем веселее и легче. Продержимся». Наталья была моложе Фрося лет на десять и жила одна, но очень любила и уважала свою соседку. Семьи у Натальи не было, и пожилая женщина была для нее единственным близким человеком. И она никак не могла понять, как такое возможно, что при такой большой семье Фрося оставалась совершенно одиноким человеком. Этого она ее сыну простить никак не могла. Бабка сидела на лавке в избе и ждала, когда за ней приедут. Опять дом без нее всю зиму будет сиротой. Она сидела и вспоминала свою былую жизнь, когда были живы муж и старший сын. Как весело и дружно звучали голоса в ее доме. Как он наполнялся теплом печи и запахом пирогов. Тогда она была нужна всем. Она была женой и матерью. Как получилось так, что родные для нее люди стали чужими и черствыми. Живя в доме невестки, она, несмотря на свой преклонный возраст, всегда все делала по дому. Варила, стирала, убирала. Это были ее обязанности. Невестка редко занималась чем-то из этого. Боялась испортить нарощенные ногти. Когда в дом приходили гости, Фрося, как мышка, сидела в своей комнате. Ей не разрешалось показываться на глаза. Так прошла зима, дождавшись очередной весны, женщина с нетерпением ждала возвращения домой. В этот раз никто даже не вышел ее проводить. Невестка вызвала такси и отправила свекровь на вокзал. Сына не было дома, а внуки, наверное, даже не заметили, что бабушка уехала. Сойдя на станции, она тихонько пошла в сторону деревни. Кто-то подбросил ее почти до самого дома. Она открыла калитку и вошла во двор. Здесь все было по-прежнему таким своим и родным, и здесь она была нужна. Деревня для Фрося была всем. Здесь она родилась, здесь родились ее дети и умер муж. Прожила она в этих местах всю жизнь. Пережила старшего сына. Так уж случилось. Фрося открыла ставни на окнах и затопила печь. Сразу на пороге появилась соседка Наталья. Она по-детски искренне радовалась, что пожилая женщина вернулась. В заботах по дому и саду наступило лето. Фрося очень любила эту пору. Собирала ягоды в лесу, варила варенье, а потом везла в город внукам. Правда, они его не ели. Фрося шла по тропинке, она любила лес. Любила его запахи, наполнявшие легкими ароматами цветов зеленой травы и сосновой хвои. Она нашла полянку с земляникой и, погрузившись в свои мысли, стала собирать спелые ягоды. Увлеченная процессом и размышлениями о жизни, она даже и не заметила, как из леса на поляну вышел небольшой медвежонок-подросток и устремился прямо к ее корзинке. Медвежонок был очень шустрый, он сразу понял, где без труда можно добыть ягоду. Фрося решила, что встреча в лесу с медведями ей совсем не нужна, подхватила почти наполненную ягодами корзинку и поспешила в сторону деревни. Медвежонок, однако, не остался на поляне, а последовал за ней. Фрося ускорила шаг и почти перешла на бег, но это неуклюжее косолапое чудо побежало за ней. Она еще быстрее, медвежонок не отставал. Деревня была уже близко, даже показались крыши домов и бань. Фрося нырнула в дырку в заборе, ей показалось, что медвежонок отстал. Она присела в тени старой баньки. Надо было отдышаться и отдохнуть. И тут она заметила, что в той самой дыре, через которую она только что пролезла, показалась медвежья морда. Рассуждать было некогда. Фрося быстро бросилась в баню, закрыла дверь изнутри и стала в окно наблюдать за зверем. Он неторопливо протиснулся через дырку и направился прямо к корзине с ягодами, которую женщина оставила на крыльце бани. Через окно она увидела, как косолапый съел всю собранную ею землянику. «Вот наглый!» — рассказывала Фрося Наталья, ягод ему, что ли, мало в лесу. «Конечно, проще съесть уже собранное, чем самому стараться. А ты давай, Фрося, давай, собирай ягоды, вари варенье для своих дармоедов. По мне так уж лучше пусть их медведь съест, чем твои родственники. И то будет больше пользы!» — ворчала Наталья. «Да, мне жалко его. Он такой хороший и забавный. И, похоже, жуткий лентяй. Ягоду собирать не хочет. Проще отобрать у кого-нибудь», — оправдывалась женщина. Фрося была добрым человеком и зла на семью не держала. Она продолжала ходить в лес по ягодам, и каждый раз за ней увязывался этот лесной проказник. По доброте своей Фрося стала оставлять для него возле баньки немного ягод и молока. За это время он сильно подрос и прибавил в весе. Так продолжалось все лето. Наступила осень. В ноябре должен был приехать сын и забрать мать в город, а пока Фрося наслаждалась последними погожими осенними денечками и ходила в лес по грибы. Грибов в этом году было много, хотя ей хотелось напоследок просто надышаться родным воздухом. Она бродила по тропинкам и полянкам, иногда присаживаясь, чтобы немного отдохнуть. Как вдруг у нее под ногами что-то хрустнуло, и она куда-то провалилась. Не понимая, что произошло, Фрося еще какое-то время не могла прийти в себя. Она увидела, что находится в яме. Скорее всего, это была медвежья ловушка. Яма была просторная, сверху узкая, а к низу расширялась. Так делают для того, чтобы зверь не мог вылезти из ловушки по склону ямы. Дно было покрыто еловыми и сосновыми ветками. Скорее всего, эта маскировка ямы рухнула вместе с женщиной. Она попыталась самостоятельно выбраться из ямы, но у нее ничего не получилось. Ну, конечно, если медведь оттуда не может выбраться, то человеку самостоятельно точно не под силу. Она стала кричать и звать на помощь, хотя понимала, что, скорее всего, это бессмысленно сейчас. Тем временем стало холодать. Фрося села на дно ямы и горько заплакала. «Неужели я тут помру, и меня никто не найдет?» «Так и будут мои кости здесь тлеть», — причитала она. Вдруг наверху послышался какой-то шорох, хруст веток, и в проеме над ее головой появилась медвежья морда. Сердце ушло в пятки. «Нет, даже косточек никто не найдет», — решила Фрося, потому что их сожрет медведь. Медведь тем временем покружил немного вокруг ямы. Он несколько раз с разных сторон заглядывал в нее, потом что-то проворчал и ушел. Сколько времени прошло, Фрося не знала, но вскоре что-то колючее коснулось ее головы. Она посмотрела вверх и увидела, что прямо на нее движутся огромные толстые сосновые ветви с длинными иголками. Ветвь продолжала двигаться на Фрося, а наверху слышалась отчаянная возня и ворчание. И тут женщина поняла, что медведь столкнул в яму длинный толстый сук с широкими ветвями-лапами. Пока она соображала, как ей половче выбраться из ямы по этой импровизированной лестнице, медведь наверху затих, возня прекратилась. Фрося пришла домой, когда уже стемнело. Во двору металась озабоченная соседка. Она с трудом поверила в эту историю, которую ей рассказала пожилая женщина историю своего удивительного спасения. В ноябре приехал сын с невесткой забирать бабку в город. Она вышла к ним на крыльцо и сообщила, что в этом году останется зимовать одна. «Вы можете приезжать ко мне, когда хотите», — сказала Фрося, — «но я к вам больше не поеду. Мне холодно с вами, такими чужими и бездушными. У нас в лесу даже медведи добрее, чем некоторые знакомые мне люди». Так сын и уехал в город без матери, а Фрося с тех пор живет дома, в своих родных местах и с заботливыми людьми вокруг. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok